СКЕЛЕТОНДЖЕК Я заглянул через плечо заказчика, пока он отсчитывал наличные. Это что, пятая PlayStation? Точно, она. Пристроилась на одной из полочек дорогой гостиной стенки. А даже, о, дольче. Признаюсь, я в делах мебельных полный профан, но изящные ряды стеклянных панелей и светлых деревянных перегородок в пост хрен пойми каком модернистском стиле, так и кричали о кругленькой сумме, которую собственнику пришлось выложить. Перед телевизором размером с панорамное окно сидели два малолетних шкета с геймпадами и, дергая стики и тыча кнопки, скорее наугад, чем осознанно, играли в Mortal Kombat. Надругательство над Саб-Зиро и Скорпионом сопровождалось отвратительным движением. Долбанные богачи. Детишки, небось, и пальцем не пошевелили, чтобы заработать на приставку. И где в этом мире справедливость? Кому-то все преподносится на блюдечке, в то время как другим приходится горбатиться в делевере и развозить жрачку для первых. На днях мне еще и машину пришлось сдать в ремонт, а колесить по городу на велосипеде, что негативно сказалось наибестово скромном заработке. Прежде я брал по пять-шесть заказов в день, сейчас не больше трех. Что мне, заняться больше нечем. Вообще-то и правда нечем, но работать вшимым доставщиком было просто лень. Разве поваляться на диване в обнимку с подружкой и пивом не более привлекательный вариант? Вот, триста семьдесят. Мужик наконец закончил считать деньги и протянул мне. Мог бы и чаевых отсыпать. Жмот. Ваш заказ, приятного аппетита! Пробурчал я на автомате и отдал заказчику полный еды пакет. С этим закончили, остался последний, но наконец-то. Так, взглянем, Семтемская, пять, восьмой этаж, квартира, восемь. Ладно, чем черт не шутит. Домофон не работает, ну как же иначе? Я пробил адрес в гугл-картах, не припомню такой улицы, хотя в городе ориентируюсь вроде бы неплохо. Приложение сначала упорно выдало ошибку, но после нескольких повторных запросов наконец прочертило маршрут к точке назначения. Дом располагался далеко на окраине города, дорога займет около получаса. И, что странно, он был один на всей улице. Или, если точнее, Семтемской не существовало вовсе. Только этот дом, пятый, одиноко возвышался на богом забытом пустыре. Об асфальт разбились первые капли дождя. Надо было поторопиться. Я сел на свой потрепанный стелс-фокус и помчался на Семтемскую. Рюкзак, забитый пачками соли, болтался за спиной. Заказ, мягко говоря, странный, но я уже привык не задавать лишних вопросов. Чужие хотелки – не моя забота. Я нанимался в курьеры, не более, так что ничего, кроме деталей доставки, меня не интересовало. Дождь усилился, все нормальные люди сейчас сидели дома или в машинах, одни лишь бесстрашные рыцари ордена доставщиков абсолютно не обращали внимания на погодные причуды. Униформа хорошо защищала от влаги, да и дождливую погоду я любил больше, чем душную солнечную коптильню. Поэтому крутить педали, намереваясь проехать через весь город ради доставки годового запаса соли, было почти в удовольствии. Не то чтобы я любил свою работу, конкретно сегодня дело скорее в том, что вечер обещал приятную компанию и неплохие возможности. С Тиной мы поругались, в отношениях такое бывает, зато Маша с параллели согласилась сегодня составить мне компанию. Так, нет, я перепутал, Маша была на той неделе, сегодня мы видимся с Настей. На полпути пришлось сделать остановку. Я спрятался от дождя под навесом у ближайшего подъезда и загонял в легкий кислород. Все тело было липким от пота, мерзкое ощущение. Моя физическая форма балансировала между категориями ниже среднего и никакая. Скажем, спасибо ненависти ко всему, что хоть отдаленно напоминает спорт и преследующие меня всю жизнь любви к хлебобулочным изделиям. Отдышавшись и чуть подсохнув, я продолжил путь. Ливень и не думал прекращаться. В конце пути меня ждет готовая на все Анастасия. Подгонял я себя, преодолевая лужу за лужей, переход за переходом, километр за километром. Все шло на удивление гладко, светофоры приветствовали меня зеленым светом, а тротуары были чисты от переполняющих обычно потоков людей. И вот он, впереди. Пустырь, где редкие островки травы робко зеленели на фоне размытой дождем бурой жижи, а в центре возвышалась серая громада восьмиэтажки. Что ж, осталось всего ничего. Выдохнул я и спешившись с велосипеда, установил на нем замок, пошлепал по направлению к дому на несуществующей улице. Дождь месел грязь и звонко барабанил по униформе и рюкзаку. В кроссовках неприятно хлюпало. Хорошо, что я оставил велик за пределами этого болота. И на кой черт некому Юрию понадобилось семь пачек соли? Наверняка в этой обветшалой развалюхе еще и лифт не работает, и мне придется тащиться на восьмой этаж на своих двоих. Я добрел до одинокой бетонной вышки и, не увидев рядом с проржавевшей дверью панель для домофона, попробовал дернуть за ручку. Дверь протестующе заскрипела, но поддалась. Грязные стены подъезда производили удручающее впечатление. От резкого запаха задхвости противно защекотало в носу. Такое чувство, что на этом самом месте одновременно сгнилось десяток больных старух. Странное сравнение, но именно оно первым пришло мне на ум, когда я вошел в подъезд. Свет проникал сюда через входную дверь и... все. Никаких ламп и датчиков движения. То есть добираться до заказчика мне придется в полной темноте? Конечно, существует такая замечательная вещь, как айфон, но у моего осталось всего 2% заряда. Шахты лифта в этом доме не было. Ожидаемо, но все равно неприятно. Была не была, с напускным энтузиазмом произнес я и начал долгое восхождение. Ступенька за ступенькой, кругом лишь холодный камень и ни единого признака, что дом обитаем. В свете фонарика айфона мертвые серые стены отнюдь не обретали жизнь. Скорее наоборот, корчились в агонии, вырванной из призрачной им тьмы. Я был благодарен доносящимся снаружи завыванием ветра и барабанной дроби дождя, поскольку они служили постоянным напоминанием, внешний мир никуда не делся и терпеливо ждет, пока ты, Валера, доставишь заказ Юрию из 8-й квартиры. Рюкзак все сильнее тянул меня назад. Какой этаж? Четвертый? Значит, осталось еще столько же. Я стиснул зубы и пыхтя, как паровоз, потащился дальше. Стены словно сдавливали меня, вынуждая, несмотря на усталость, ускорить шаг. Дождь прекратился, и находиться в этой темнице стало просто невыносимо. Казалось, что я вхожу в какой-то иной, чуждый человеку мир. Круг света от фонарика моего айфона был лишь маленьким пятнышком на фоне бескрайнего бассейна мрака. Звуки моего дыхания эхом разносились по этажам, накапливаясь и приумножаясь, становясь беспорядочным, неумолимым гаммом. Глухой стук под душ. Что это? Мои собственные шаги или кто-то идет следом? Я побежал. Угроза была рядом, невидимая и оттого еще более ощутимая всеми прочими органами чувств. Смутно припоминаю, как преодолел последние несколько этажей. Жжение в легких и пульсация в голове служили напоминанием о моем позорном бегстве. Испугался, сам не зная чего. Хорош курьер, ничего не скажешь. Но тревога не отступала. Если внизу что-то и было, то оно становилось все ближе. Я постучал в квартиру номер восемь. Надо отвлечься, иначе беспокойство меня сожрет. Стук остался без ответа. Я приложил по двери кулаком и пообещал себе, что если через двадцать секунд мне не откроют, просто свалю отсюда во своясе. Тина, блин. Настя, да, Настя ждет, пора отправляться домой. С той стороны раздалось шарканье. Кто-то неспешно волочился к двери. Черт, я ведь уже собирался уходить. Хрен с ним. Отдам заказ, получу деньги, и тогда уж точно можно возвращаться. Заныли ржавые петли. Как назло, в этот момент телефон сдох. Стоя в полной темноте, я чувствовал на себе взгляд Юрия, кем бы он ни был и как бы не выглядел. От этого мне стало еще больше не по себе. «Здравствуйте», – пробормотал я Борис с дружью в голосе. Следующие несколько секунд я слышал только обеспокоенное дыхание. Мысли хаотично метались, бежать, кричать, драться. Я чувствовал себя полностью беззащитным перед невидимым незнакомцем. «Приветствую», – прокряхтил Юрий. «Подождите минутку». И зашаркал в обратном направлении. Вот он, подходящий момент, чтобы сбежать. Вряд ли этот чудик будет строчить жалобы. Но я не могу. Это ведь просто заказ, и больше ничего. Из-за дверной щели замерцал слабый свет. «Проходите», – донесся до меня хриплый голос Юрия. Я, действуя опять же на автомате, распахнул дверь и вошел в квартиру. В свете свечей застыли покрытые плесенью шкафы, изъеденные молью полотна с вышитыми на них странными символами. Окна были плотно задрапированы, либо чем-то перекрыты, потому как дневной свет вообще не проникал в квартиру. В длинном коридоре было множество развилок, которые вели в другие, наполненные непроглядной темнотой комнаты. Сорваться туда мне совсем не хотелось, тем более, что Юрий ждал в кресле на противоположном конце коридора. Я подошел к нему и едва поборол желание заткнуть нос. Настолько был силен запах тления. Юрий представлял собой жалкое зрелище. Редкие седые волосы обрамляли покрытую пятнами макушку. На лишенном выражении лица обугрились морщины. Костлявое тело старика тонуло в куче тряпья, по-видимому, служащего одеждой. Руки со скрюченными пальцами покоились на деревянных подлокотниках. Когда мой взгляд упал на ступни старика, я не сдержался и вскрикнул. Раздувшиеся каждая толщиной с фонарный стол, покрытая язвами и пузырями, они сочились прозрачной жидкостью и слабо подергивались. Юрий впился в меня взором своих белесых глаз и будто бы чего-то ждал. Точно, заказ! Я дрожащими руками раскрыл рюкзак и достал упаковки соли, положив их на пол рядом со стариком. Тот удовлетворенно хмыкнул и протянул мне невесть, откуда взявшуюся в его руках купюру. Тысяча. Придется отсчитать сдачу. Твою мать! Я принялся искать в рюкзаке кошелек, чувствуя на себе немигающий взгляд Юрия. С каждой секундой, проведенной в этой квартире, в этом доме мне становилось хуже. В смежных комнатах слышалось отчетливое шевеление. Здесь был кто-то еще. Прятался в темноте совсем близко. Я слышал их шепот, как они причмокивали беззубыми челюстями, скребли ногтями, воображение рисовало жуткие картины. Сборище полузгнивших старух и стариков, которые всю жизнь провели во тьме, разлагаясь и гадая, есть ли что-то за пределами пыльных комнатушек восьмой квартиры. Прямо сейчас они заполнят коридор, отрезав мне выход. Истлевшие, вонючие, лишенные рассудка, что будет дальше и представить страшно. С этими мыслями я кое-как отсчитал сдачу. Старик принял ее и вновь довольно хмыкнул. «Раз уж ты здесь, сходи, поздоровайся с соседами!» – крикнул Юрий. «Да-да, конечно!» – бросил я и поспешил к выходу. «Отнесись к этому серьезно!» – выпалил дед. «Они всегда с нами, со всеми нами, и со мной, и с тобой! Ты не уйдешь, пока не встретишься с ними!» Он схватил первую попавшуюся пачку соли, вскрыл ее и высыпал содержимое на искалеченные ноги. Затем принялся втирать, визжая и попутно стряхивая с ладоней куски, налипшие к ним размягшей плоти. «Они дадут тебе все, что нужно!» «Как дали мне!» – дурным голосом вопил Юрий. Я полей вылетел из квартиры и захлопнул за собой дверь. За порогом меня встретил свет, расставленных повсюду свечей. «Что за дьявольщина здесь творится?» Побежал по лестнице, перепрыгивая раз за разом целые пролеты. Седьмой этаж, шестой, пятый, четвертый, сердце бухло, грозя разорваться от перегрузки. Третий – отпута щипала в глазах. Второй. Первый. Что? Не может быть! Я спустился еще на два этажа. И ничего. Потом еще на три. «Это какой-то кошмар!» – просипел я вслух. «Так ведь не бывает. В доме восемь этажей. Когда я поднимался наверх, все было нормально. Так что за срань происходит сейчас?» Я огляделся. Множество горящих свечей, грубый каменный пол, обшарпанные стены и дверь. Дверь. Я подошел ближе к квартире номер семь. То есть я застрял на седьмом этаже? Что за бред? Спустился на пару пролетов, и снова семерка. Похоже, здравый смысл дал сбой. Юрий говорил мне зайти к соседям, так? И что, выбора у меня нет? А ведь и правда нет. Сказал я себе. Звук собственного голоса служил пусть и слабым, но хоть каким-то успокоением для моих потрепанных нервов. «Твоя взяла, старик!» Я повернул дверную ручку. Квартира номер семь поприветствовала меня темнотой и резким запахом парфюма. Я шагнул внутрь, и дверь внезапно сама собой захлопнулась. С этой стороны не было ни ручки, ни вертлюжка. Лишь абсолютно гладкая, будто отполированная металлическая поверхность. Я несколько раз толкнул дверь плечом, все без толку. «Куда собрался червь?» Рявкнул кто-то. Я подпрыгнул от неожиданности и резко повернулся в сторону источника голоса. «Лежать!» Мощный удар сбил меня с ног. Я по-прежнему ничего не видел и, распластавшись на каменном полу, вслушивался в палитру окружающих меня звуков. Совсем рядом скрывалось во мраке нечто по природе своей далекое от человека. Шелест его огромного тела доносился отовсюду. «Хороший мальчик! Думаю, ты заслужил лицезреть меня!» Тысячи свечей вспыхнули в единый миг. Приторный запах духов усилился. Я находился в бесконечном нигде. Ни потолка, ни стен, лишь я и существо, нависшее надо мной. Клубок коронованных голов, змееподобное тело со множеством хвостов, застывшие на костлявых лицах выражениях презрения. Тварь была повсюду. И, боже, это было мое собственное лицо! «Мы хорошо знакомы, не так ли?» Спросила одна из голов. «Уродливый младенец! Достойный восхищения!» Продолжила другая. «Гордыня! Мост, за которым ты встретишь свой исход в моих объятиях! Иди же вперед, оставляя всех и каждого задыхаться в облаке поднятой тобой пыли!» Проговорила третья. Едва последние слова вырвались из лишенного гупорта, я почувствовал резкую боль в груди. Что-то неистово билось внутри, разрывая мне сердце и легкие. Я сплюнул кровь на серый камень, тело билось в судорогах, я задыхался. Изо рта высунулся чешуйчатый стебель, который венчал пучок коронованных голов. У них было мое лицо, и они смеялись, терзая мою плоть, обвивали руки и ноги, а затем ломали их. Живот лопнул в подталкиваемый изнутри скопищем смеющихся лиц. Они поглотили меня без остатка. Я вскочил на ноги и закричал. Мой вой эхом разнесся по этажам проклятого дома. Что это вообще было? Меня только что разорвали на части, но вот он я, стою на уставленной свечами лестничной площадке. Цел и невредим. Дверь под номером 7 исчезла. Твою же мать! Выдохнул я и помчался вниз по лестнице. На следующей площадке на фоне однотонной серой стены темнел прямоугольник очередной двери. Шестая квартира. Я попробовал спуститься на пару этажей ниже, но снова попал в некий лимб, раз за разом возвращаясь к исходной точке. Заходить внутрь мне совершенно не хотелось. Кто знает, какие кошмары ждут меня по ту сторону. Так я и остался, подпирая стенку, не решаясь на активные действия. Рюкзак куда-то пропал, но и черт с ним. Сейчас меня волновало лишь одно, как выбраться из этого дома и не сойти с ума. Дверь распахнулась сама. Не успел я даже выкрикнуть «Нихрена себе!», как меня схватила и втащила в квартиру огромная десятипалая рука. Раздавшийся вслед за этим грохот служил подтверждением того, что я снова заперт. Бескрайние просторы шестой квартиры освещались плывущими по воздуху фосфористирующими сине-зелеными частицами. Я был прижат к земле множеством рук с самым разным количеством пальцев. В некотором отдалении от меня они образовывали гигантских размеров карикатурное лицо с широким ртом полных зубов, шевеляющихся однопалых конечностей. Существо нахмурило бровь, состоящую из двадцати пяти-тридцати рук. Это движение отдалось трескам множества переломавшихся костей. «Тебе ведь не жалко?» – спросило оно, с трудом выдавливая каждое слово. «Не жалко чего?» – промямлил я в ответ. Одна из маленьких ручек резким движением вырвала мне большой палец левой руки. Я завопил от боли и попытался вырваться из стальной хватки твари, но та лишь усилила давление. Тем временем ручка поднесла мой палец к одной из сотен конечностей, и палец незамедлительно прирос на новое место. «Нужно больше! Не жадничай!» – прогремела рукотворная морда. Вслед за пальцем я лишился всей руки. Не успел я вскрикнуть от боли, как девятилапый кулак силой вжался в открытую рану, останавливая кровь и стократно приумножая мои мучения. «Я умру и все кончится! Я снова попаду в тот дом! Надо потерпеть! Просто перетерпеть!» Говорил я себе, когда нечто выдергивало мне пальцы правой руки один за другим и приращивало их к себе. «Не закончится!» – раздался ломкий голос. «Оно что, читает мои мысли?» «Ты с нами навсегда!» Я взвыл, когда тварь стала выкручивать мне ногу. Рвалась кожа, вытягивались связки, оно не спешило. Несколько минут, в течение которых существо отрывало ногу, тянулось бесконечно долго. Я сорвал голос и зипел, до боли раздевив рот. «Нет, это не может длиться вечно! Я просто не вынесу!» «Боже, пожалуйста, нет!» Оно приступило ко второй ноге. Но вместо того, чтобы вывернуть ее всю, сначала взялось за пальцы. Первым был мизинец. Амплитуда выкручивающих движений увеличивалась невыносимо медленно. Сначала я чувствовал легкое натяжение. Затем мизинец взорвался болью, когда связки порвались, и тварь завернула его в спираль, после чего, наконец, отделила от ступни. С остальными пальцами произошло то же самое. И все, чего лишился, я становилась частью моего мучителя. Громче всего хрустела шея, когда тварь откручивала мне голову. И снова убогая площадка и пляшущие в темноте огоньки. Я валялся на полу, боя шевельнуться. Руки и ноги определенно были на месте. Буквально минуту назад я представлял собой беспомощный обрубок на операционном столе самого извращенного из садистов. И этого оказалось достаточно, чтобы самообладание покинуло меня. Уж лучше я сдохну здесь, чем еще раз вытерплю нечто подобное. «Так что ты решил? Остаешься?» Скрипнул знакомый голос. Я встал на ноги и, борясь с тошнотой и головокружением, простонал. «Я больше не вынесу, дай мне уйти, прошу тебя! Я никому не скажу о том, что видел!» Юрий хохотнул. «Разве похоже, что я тут что-то решаю? Это их дом, а я всего лишь сделал свой выбор!» Признался самому себе, что за этими стенами такому, как я, нет места! Старик ткнул в меня костлевым пальцем. «Ты ведь такой же! Эти семеро – вся наша суть! Можешь отрицать, но они выбрали тебя! А семеро не допускают ошибок!» «Да какого хрена ты несешь?» Спылил я. «Просто скажи, как отсюда выбраться?» «Уверен, что тебе это нужно!» «Ты сели там, семеро всегда будут с тобой!» «Тут ты, по крайней мере, никому не причинишь вреда!» Юрий выжидающе посмотрел на меня и, тяжело вздохнув, продолжил. «Да, вижу, ты отказываешься принять собственную суть!» «Что ж, хорошо! Все, что тебе нужно сделать, это спуститься!» «С гордыней и жадностью ты уже столкнулся! Остались пятеро!» «Продолжай изображать из себя дурака!» «И тогда тебе дадут уйти!» «Лишь собственная мудрость может удержать тебя здесь!» «Изображать дурака?» «Да что это значит?» Переспросил я и правда чувствую себя дураком. Почему Юрий не может дать мне прямой ответ?» «Ты отказываешься от правды!» «В угоду собственному невежеству!» «Счастливого пути!» «Хотя я надеюсь, что ты успеешь передумать, прежде чем покинешь нашу обитель!» С этими словами Юрий зашаркал по лестнице наверх, оставив меня в еще большем недоумении. «Кто такие эти семеро?» «Гордыня и жадность?» «Какая-то религиозная чушь!» «Найду объяснение, когда выберусь!» Сказал я сам себе. «Возвращаться на верхние этажи не имело смысла, поэтому я спускался ниже!» «Квартира номер пять. Нечего тянуть!» Я дернул за ручку, и пока импульс мнимой бравады не иссяк, шагнул внутрь. И тут же по колено увяз в какой-то густой массе. Пройти дальше было невозможно, мне попросту не хватало сил сдвинуться с места. Я гляделся. Здесь не было никаких источников света, но я, тем не менее, отчетливо видел окружающие меня ребристые слизистые стенки. Вонело тухлятиной. «Это что, чей-то желудок?» В подтверждении моей догадки из огромного сфинктера далеко наверху в заливающую дно органа жижу хлынул поток из ошметков человеческих тел. Каша из внутренностей смешивалась с густой бурой массой, в которой застрял я. Стенки огромного отстойника сотресли спазмы. Поверхность органического моря пришла в движение. Лениво ползущие волны захватывали кости и мясо и поглощали их, пока все, что вывалилось сверху, не исчезло под бурым пологом. Из слизистых сочилась желтоватая жидкость. Стало жарко. К запаху тухлятины примешалась резкая горечь. Я почувствовал слабый зуд в ногах, дернулся, опробовал высвободить их или хоть немного сдвинуться с одной точки. Между тем зуд перешел в жжение. По спине застроился пот. Я не выдержал и скинул с себя униформу. Работа – это последнее, что сейчас имеет значение. Едкие пары поднимались вверх, глаза обильно слезились и ссаднили, а горло будто обжигало кипятком. Но все это отходило на второй план по сравнению с пожаром, охватившим ноги ниже колена. Масса разъедала одежду и кожу, расщепляя мышцы и плавила кости, перемешивая все это в питательный бульон. Я ничего не видел, содержимое глазных яблок текло по щекам. Перестал чувствовать запахи, все обонятельные рецепторы выжгло. Едва я мог дышать, ведь в горле булькала кровь. Погружался все глубже, по мере того, как мое тело медленно плавилось. Казалось, уровень желудочного сока поднимался выше и выше, ноги полностью растворились, жижа дошла до уровня груди, до шеи, до подбородка. Потом затекла в рот, раскрытый в немом крики. Циклопический желудок полностью переварил меня. Несколько секунд абсолютной пустоты. Потом слабый свет. Я вернулся в бетонное чрево Семптемской 5. Я все гадал, чем заслужил такие страдания. Но что еще хуже, и старик, и одна из тварей дали понять, что я могу застрять здесь навсегда. Кругом загадки и недосказанности, а в центре всего этого чертов дом. Пристань еще для таких, как Юрий, что бы это ни значило. Я покорно спустился этажом ниже. А что еще делать? Вернуться наверх и провести вечность с гниющим заживобезумцем? Я должен выбраться, и если это значит пройти через ад, так тому и быть. Удивительно, как быстро рассудок примирился с необходимостью подвергать тело пыткам ради банальной цели сбежать. И пускай мне по-прежнему было дьявольски страшно, дыхание спирало от одних лишь догадок о том, что ждет за следующей дверью. Дрожащей рукой я коснулся двери под номером 4. Холодный металл, таящий под собой целый мир, полный извращенных наслаждений очередного богомерзкого отродья. Я поймал себя на том, что стал мыслить прямо-таки по-библейски, что, впрочем, едва ли зажгло во мне хоть малейшую искорку веселья. Пора. Я распахнул дверь и шагнул навстречу надежде вернуться в свой родной мир. И безрадостной перспективе застрять в этом доме навсегда. В едва освещенном свете лампы накаливания помещения стояли три стула. На каждом из них сидели, склонив головы знакомые мне люди. Семен, мой однокурсник, спортсмен и выскочка, на которого вешалась каждая первая девушка. Миша, мой друг со школьных времен. Ему по жизни очень везло, и на сегодня Миша мог похвастаться трешкой в Москве, двушкой в Питере и новенькой БМВ. Третьим был Боря по кличке Голова, самый умный человек, с которым я знаком лично. За какую бы задачу он ни взялся, получал быстрый и точный результат. Но что с их руками? Это что, кровь? Они великолепны, каждый по-своему. Раздался у меня за спиной чей-то хриплый голос. Я обернулся, едва заметное в царящем здесь полумраке высокое антропоморфное существо вперило в меня взгляд горящих желтых глаз. Зачем они здесь? Спросил я, медленно отступая от твари в противоположную сторону, туда, где трое моих знакомых были прибиты к своим сиденьям длинными металлическими штырями. «Зависти нет ничего постыдного», – ответил демон и шагнул ко мне. Свет от лампы окрасил его пигментированную кожу в грязно-желтые оттенки. «Ты можешь забрать у них все! Сделай это! Сейчас!» Я не нашелся с ответом. Тварь была права, я завидовал этим людям. Завидовал привлекательности Семена, богатству Миши и уму Бори. «Валера, что происходит? Как больно, твою мать! Эй, выпустите меня!» Парни очнулись, не в силах сдвинуться с места, они осыпали меня вопросами и селились вырваться. Кровь стекала с подлокотников на деревянный пол и просачивалась глубже через многочисленные трещины. Я обнаружил, что сжимаю в руке невесть, откуда взявшийся топор. «Забери у них все!» – процедил монстр. «Я не хочу!» – проблеил я упавшим голосом. «Хорошо, я предоставлю тебе более доступный опыт!» В помещении один за другим материализовались люди, каждый из которых был мне знаком. Ваня, Леня, Дмитрий Сергеевич, Вася Дятел, Лена, Света, Семен, Боря и Миша тоже были частью этой толпы, и все они угрожающе помахивали топорами. «Возьмите все!» – воскликнул иссухший хозяин этого места и растворился в воздухе. «Началась бойня. Каждый здесь завидовал другим и надеялся при помощи топора добиться желаемого. И я, охваченный всеобщим помешательством, присоединился к потасовке. За каждым раскроенным черепом скрывалось нечто ценное. Я отрубал руки обеспеченным, стреножил спортсменов, перекусывал глотки образованным, глумелся над трупами красивых. Это было поистине первобытное в своей жестокости зрелище. И когда все стихло, стоя среди гор человеческого мяса, я вдруг осознал, что на самом деле не хотел ничего этого, чем обладали эти бесчисленные мертвецы. «Нет, я желал совсем другого. Я желал просто лишить их всего». Наблюдатель вышел из тени и приблизился ко мне. «Продолжай в тем же духе, и это место станет твоим домом!» – произнес он. Внезапно лестничная площадка, свечи и голые каменные стены впервые меня не прикончили. «Но почему я поддался? Я ведь не хотел убивать их! Не хотел! Это место любого сделает монстром!» Или оно лишь обнажает потаенные желания, которым не найти выхода за пределами этого дома? Я встал на ноги и уставился на щербатую серую поверхность, где прежде была дверь. Большая часть позади, осталось всего три этажа. Не давал покоя вопрос, чего от меня здесь ожидают. «Настойчиво предлагают остаться, но не препятствуют спуску. Или в конце концов мне скажут, что ты, друг, остаешься здесь до второго пришествия. Поднимайся обратно на восьмой этаж и проходи все этапы заново!» От вероятности такого исхода хотелось взвыть. Само допущение, что все было напрасно, не укладывалось в голове. Надо перестать думать и идти дальше. Я спустился на третий этаж. Все те же стены и та же дверь отличаются лишь номера. «Итак, что на этот раз?» Спросил я себя и вошел в третью квартиру. Все вокруг было озарено красным светом, щедро льющимся с безоблачного неба. Куда ни глянь, бескрайняя пустошь, и вместо земли или песка под ногами, обдуваемой легким ветерком, лениво колыхался колоссальный плашелка. Он простирался повсюду, насколько хватало взгляда, переливаясь всеми оттенками красного. Это место было не похоже на другие. Здесь я чувствовал себя комфортно. Мне захотелось улечься на манящие шелковые простыни и утонуть в них. Колени непроизвольно подгибались. Легкий аромат цветов погружал меня в дрему. Я встал на четвереньки, бессильный, против вездесущего дурмана. Я проморгался, чтобы вернуть зрению утраченную ясность. И тогда, обратив взгляд вперед, я увидел это. Попытался отползти назад, но ни ноги, ни руки не слушались. Между тем, сплетенное в клубок громадное скопление бесформенных кусков плоти, языков, грудей, отверстия, рук и половых органов самых невообразимых форм и размеров неспешно приближалось ко мне, цепляясь за щелки изящными пальчиками. Совсем иначе я представлял олицетворение похоть, воплощение любых сексуальных фантазий. Сквозь подернутые пеленые глаза я наблюдал за ее медлительным и неуклюжим продвижением. Ветер продолжал щекотать мне волосы, а шелковое лежбище сковало тело невидимыми, но несокрушимыми цепями. Веки сомкнулись сами собой. Теперь мне оставалось только слушать, как все громче становится беспорядочная какафония шлепков, хлюпанье и стука, сопровождающая приближение существа. Я утратил способность двигаться, но острота физических ощущений лишь усилилась. И когда тварь поглотила меня и принялась насиловать самыми немыслимыми способами, я чувствовал абсолютно все. Как же я сточертил этот дом. Я полежал на полу, пытаясь прийти в себя после того, что со мной сотворили за последней дверью. Вечер с Настей или Машей. Неважно, на сегодня, если не навсегда, все отменяется. Едва ли после произошедшего я вообще смогу думать о физической близости с кем-либо. В некотором смысле похоть, а я уверен, что это была именно она, дает такой опыт, после которого обыденный секс превращается в ничто. На второй этаж я буквально сполз. Предыдущие шеи слишком сильно вымотали мое тело и разум. Привычный мир превратился в далекое светлое воспоминание. Чего же я хотел больше, выбраться или вернуться? Предо мной темнела очередная гребанная дверь, за которой ждет миниатюрный ад. «Какого хрена?» – заорал я во всю глотку. Ответом не было эхо, задающееся этим же вопросом. Я немного успокоился и потянулся к дверной ручке, как вдруг стена рядом со мной разлетелась на куски. В поднявшемся облаке пыли я не увидел, кто схватил меня и швырнул в открывшийся проем. Будучи полностью дезориентирован, пропустил мощный удар, от которого хрустнули ребра. Затем что-то рассекло мне лицо. Наконец, я собрался и отскочил назад. Просвистели длинные когти, отросток, очередная атака. Существо ни на миг не ослабляло натиск. Я развернулся и побежал, вскрикивая от стреляющей боли в сломанных ребрах. Тварь мчалась за мной следом. Это место выглядело, как нагромождение руин всевозможных эпох и культур. Я перелез через поваленные колонны, втискивался в щели между циклопическими плитами, и перепрыгивал через трещины, воплощение гнева же просто крушило все на своем пути. Всего один раз я бросил взгляд назад, и этого хватило, чтобы напрочь позабыть о боли. Похожее на медведя, но гораздо больших размеров, существо было усеяно шипами, которые терзали его собственную плоть. Путь монстра был залит черной кровью, непрерывно хлещущей из новых и новых ран. Его лапы могли похвастаться длинными сантиметров по тридцать когтями, а лишенная рта и глаз голова свободно болталась при беге, будто какой-то ненужный предаток. Я выдыхался, движения давались мне со все большим трудом, в то время как тварь, казалось, вообще не знала усталости. Гнев подбирался все ближе, шансов у меня нет. Но ведь так и должно быть, разве нет? Чудовище прикончит меня, и я вернусь в дом, где мне останется преодолеть всего один этаж. Заставить себя остановиться, когда позади громыхает разъяренная машина для убийств, казалось задачей куда более сложной, чем продолжать бессмысленные бегства. Тварь прогнала меня еще по паре рухнувших комплексов, прежде чем я рухнул без сил. Будь что будет, я закрыл глаза, предвкушая боль от жестокой расправы, где я выступаю в роли беспомощной жертвы, но ничего не происходило. Я досчитал до десяти, по-прежнему ничего. Осмелился приоткрыть глаза и увидел, что чудовище сидит неподалеку, сжавшись и покорно склонив голову. Я встал, подошел к нему ближе, никакой ответной реакции. Под монстром натекла уже целая лужа. Интересно, эта тварь может сдохнуть от кровопотери? Внезапно мой взгляд приковал старинный меч, поблескивающий среди кучи щебня. Похоже, охотник и добыча поменялись ролями. Я подобрал меч, тот оказался куда тяжелее, чем казался на вид. Затем я, размахнувшись им, будто топором к колуном, отрубил твари голову. Гигант продолжал стоять на месте, равнодушный к происходящему. Ну ладно, прорычал я и нанес еще один удар. Я продолжал рубить присмирившегося монстра, пока не оставил от него лишь груду черной плоти. Тяжелой меч выпал из моих ослабевших рук. Я уселся на ближайшую глыбу, чтобы перевести дыхание. По сравнению с прошлым, эта квартира была куда скромнее на предмет всякой дьявольщины. Так я думал, пока не увидел, как разрубленные куски отродья собираются воедино. В считанные секунды оно полностью восстановилось и незамедлительно бросилось на меня. Я, положив все силы на то, чтобы размахивать железной оглоблей, остался на том же месте. Тварь замахнулась мускулистой лапой, а мне оставалось лишь склонить голову. Вот и все. Еще один этаж и свобода. Не могу сказать, что так уж жаждал ее. Я стремительно терял связь с реальностью и быть уверенным в чем-либо казалось сейчас непозволительной роскошью. Была ли ли у меня жизнь за пределами этого дома? Может, она лишь сон очередной жалкой душонки заперты здесь? Я без всякого энтузиазма преодолел последние лестничные пролеты. Первый этаж, как и прошлые семь, встретил меня черной дверью, нервным светом, свечей и осточертившим камнем. Здесь никто не пытался затащить меня внутрь, и я спокойно повернул ручку и вошел. За старым деревянным столом сидела сгорбленная фигура в сером одеянии. Комнатушка была совсем маленькой, почти все ее пространство занимал пресловутый стул. На противоположных его концах стояли два стула, существо в сером глухо прорычало. Садись. Я подчинился и присел на единственный свободный стул. Уйдешь ты или нет, мы останемся неразрывно связаны. Ты это понимаешь? Спросил меня демон. Я хочу вернуться, сказал я, чувствуя, что голосу не хватает твердости. Но куда? Собеседник развел руками, он чувствовал мою слабину. Мир, где тебе придется довольствоваться крохами, в то время как здесь ты волен обрести все, что пожелаешь. За пределами этих стен ты никто, твое существование ничто. Но мы можем сделать тебя новым смотрителем. Юрию давно уже потребуется замена. Я хочу вернуться, повторил я уже жестче. Работать за гроши, драить посредственных подружек и быть рабом чужих желаний. Таков твой выбор. До сих пор ты был пустым местом. И мы останешься, если покинешь дом. Я хочу вернуться, мать твою! Тут я уже сорвался на крик. Как скажешь, мы ничего не теряем от твоего ухода. В конце концов, ты целиком и полностью принадлежишь семерым. Причем всем в равной мере. Но ты даже не представляешь, от чего только что отказался. В следующий раз мы встретимся, когда ты умрешь. И встреча эта будет едва ли приятной. А теперь возвращайся в грязь, из которой вылез. С этими словами уныние взмахнуло костлявой лапой. И я оказался под проливным дождем на пустыре, где вечность назад стоял дом с несуществующей улицы. Ну что ж, лучше уже, как говорится, поступить как главный герой, вернуться в реальный мир, чем существовать в каких-то, как мне кажется, иллюзиях. А если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смайлик кому как удобнее дома, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Услышимся в следующей интересной истории.